Сейчас мы поедем на рынок, на основной, где в основном оптовики закупаются, там овощами, фруктами, и там мы купим фруктов в пару ящиков, только я не помню, где заворачивать нужно, по-моему, это дальше. Забыл упомянуть, что сегодня уже 31 декабря. Да, 31 декабря. Мы вчера просто приехали, с родителями поужинали и уже отдыхали. А, вот гора Машуксад, сегодня хорошо, я вижу. Да, отсюда не сильно видно, на самом деле. Сейчас у нас плюс 15, тепло. Классно. Не то, что в Москве. По сравнению с Москвой, тут прям вообще шикарно. Так, нам нужно 50 рублей, чтобы вес платный. Так, ну, в общем, мы приехали, сейчас будем покупать хурмой ящик, потом мандарины возьмем и гранатов чуть-чуть, ну, еще что-нибудь посмотрим. Сейчас я вам покажу, какой, в принципе, этот рынок, где-то фуры стоят. Ну, если его сравнивать с московским этим, как называется в Москве, забыла вечно название, когда мы обычно приезжаем. Фуцити, да, если, конечно, с Фуцити сравнивать, то это вообще, то здесь, конечно, вообще там. Ну, да, в Фуцити там на тысячу голов выше. Продолжение следует. Продолжение следует. Получается, нам это все удовольствие вышло в 5000 рублей. 9 килограмм, чуть меньше 10 здесь. Довольно жесткий, но мы такой любим движением. Ананас. Ананаса по 400 рублей. Да, вот такие они прям кайфовые, здоровые, сладкие. И там было 1950 мы отдали. Больше 4000 рублей, это вообще, ну, дешево это. Ну, относительно. Это по сравнению с Москвой вообще, считай, бесплатно. А в Москве-то цены другие. По 130 гранатов. Так, ну все, мы, в общем, купили то, что мы хотели. Сейчас мы поедем на площадь, и там рынок, который находится в Горячеводске, там по мелочи еще это докупим. Там будет цена чуть-чуть дороже, чем здесь. Ну, тут просто оптовый рынок, а там просто обычный, ну, для населения. Здесь можно и ящиками купить, как мы, например, Королев взяли. 1350 дали за ящик, 10 килограмм. Если же там есть розничные ряды, на розничных рядах или на площади, по-любому будет стоить подороже. Сейчас я вам покажу ящик, который мы взяли. Он нам, получается, обошелся в 1350. И мы, дарим, взяли по 110 килограмм. 110 рублей за килограмм в Москве, так же мы по 110 брали. Если на площади, то они там по 130. Взяли в Москве. Если мы где-то брали бы ящик 25 килограмм, он бы нам вышел 65 рублей килограмм. Да, но нам 25 килограмм пропал бы. Даже если бы все раздадим, нам просто некуда брать. Так вот, в общем, мы взяли ящик. Не обращайте на мой свинарник, который здесь. Я там по шамудогу. Еще не успели даже убрать машину, только приехали вчера. Ящик, в общем, ящик гранатов вышел нам в 1350. Целый ящик гранатов. Прям очень круто. С той стороны. Да, да. Хурмы мы взяли, ящик. Машина вообще просто грязная. Надо сейчас поехать на мойку помыть. В общем, гранат мы взяли, потом хурму мы взяли и апельсинов и мандарин мы взяли. Абхазских мандарин мы взяли. Сколько? Там больше 5 килограмм. Да, там 5 с чем-то. Ну, нормально. Очень такие бюджетные. Если мы сейчас покупали бы на обычном рынке, где мы сейчас поедем на площадь, то там вышло бы нам дороже на процентов 30, наверное, 40 точно. Ну, сейчас мы вам покажем, куда мы сейчас еще поедем. Вот картофан продают. Вот здесь, получается, закупаются на магазины для городских магазинов. Автовики приезжают. Потом на кафе, на рестораны. То есть, вот они, фуры приезжают сюда. Здесь огромнейший такой рынок. Ну, как еще должен выглядеть рынок? Ну, наверное, как-то так. Так и выглядит. Конечно, он несравним с облагороживанием. Как, в принципе? Вот даже на футсити мы приезжаем. Да, вот так футсити. Конечно, здесь именно такой прям, рынок-рынок. Вот здесь фуры стоят, здесь продают именно ящиками. Ну, он считается самым оптовым на Кавказе. То есть, сюда приезжают все. Кабарда приезжают, кабардинцы, потом Черкесск, Нальчик. То есть, сюда приезжают все прям закупаются оптом. Пятигорцы вообще считаются, как столицей Северного Кавказа. Сюда все приезжают. Конечно, ребята. Рисуются. Он чуть на нас сейчас не въехал. Чудик. Этих Жигули. Вот он же находится сейчас. Видишь, что делает? Гаденыш. Не успевает. Тут, получается, вещевой рынок и сантехника. Здесь все, что угодно. Все, что угодно. Моя штука будет. Самый огромный. Наверное, самый огромный. Ну, наверное, не в России. А на КМВ точно. На КМВ, да, сто процентов. Соседние городов тоже приезжают. Здесь оптом закупаются. Я ее в другой угол. Видишь, только понабрали. И хватит моей поры снимать. Никто не снимает. Вечно вот так вот приблизишься и снимаешь. Все, ништяк. Вот он рынок этот, по-площадянски. Это... Нет, это не вырезать. В общем, это Горячевловский рынок. Площадь эта. Саша, заходили за хлебушком. Когда мы были маленькие хлебные. И до сих пор он тут есть. Сейчас русский батон на бутерброды с икрой взяли. Сейчас пойдем возьмем розжиг, угли, дрова. И все, наверное. Для шашлыков. Дай поедем. Домой. Блин, это должен заснять. Вообще тюпок, который слушает Нурминского в Петегорске. Многие слушают. Просто у него особенный стиль. У него очки такие, как из 90-х. Да, да. Он видел камеру, сразу убежал. Это мне вообще реально угар. А вот он, вот он, вот он. Вот он. Да, вот такой. В пятерочке. А, магнит. Магнит, господи. Магнит, косметик. А в Москве, в принципе, их не бывает. Когда у них всегда полки все пустые стоят. Я как-то себе хотела. Потом перехотела. От Самойлова и Оксаны, если кто не знает, косметика. Ну все, вот мы купили все, что мы хотели. Магнит, косметик. Вот он, магнит. Город Петегорск, Горичевоск. Сейчас пойдем дальше. Покупать. Дрова взяли. Угли взяли. Девушки у нее спрашивают, у вас хотя бы сокращенный день сегодня? Она говорит, нет. На 10 вечера. Я говорю, а Андрей спрашивает, вам хотя бы доплачивают? Она говорит, ну как настроение будет. В прошлом году доплачивали, а в позапрошлом нет. Офигеть. Представляешь, если мы в воде с откручиваем филиал свой. Московский. С человеческим отношением, вот как у нас сотрудники. Что 30-го никто уже не работает. Что зарплаты у всех были выплачены с 27-го по 29-е числа заранее. Что вот именно человеческое есть отношение. Да и зарплаты есть, даже если мы его филиал откроем, вот у них большие будут зарплаты. Ну посмотрим. Это были выгодные условия вообще. Да. Может, когда мы тебя откроем? Возьмем самых лучших специалистов этого города. Сейчас, сегодня у нас будут шашлычки, снимем видосик, как мы их готовим. Сердечки. Это просто шикардос. Обязательно попробуйте. Покажем вам рецепт. Будет нечто деликатесное, да? А, рыбку сегодня покажем, которую вам привезли с Астрахани. Специально прям астраханскую. Сегодня будет прям... Вечерное копчение с стримкой. Сегодня прям будет вообще шикардос. Вот он, в общем, рынок этот. Вон гора Машук. Вот она. Красавчик. Эльбруса здесь, конечно, не видно. Ну, а если в город выехать, оттуда очень хорошо Альбрус скидил. Просто шикарно. Особенно в ясную погоду. Вот мы, кстати, поехать тоже, посмотреть на какую-нибудь экскурсию. Может быть, на Эльбрусе или опять в Джиусу только уже посмотреть зимнее время. А сейчас мы уже возбегаемся домой. Вот он, Машук. Сегодня ясная погода, он открытый. Вчера вообще весь трубой. Просто петь в тумане. Сегодня ясная погода. Сады. Первый, мне кажется, это будет открытый. Дальше тоже подпадает.